Музыка Начали ни шатка, ни валка, но затем, что называется, раскочегарились. Действующий серебряный призер ульяновской мини-футбольной суперлиги «Кристалл» только к экватору нынешнего чемпионата города начал регулярно добывать очки. И к девятому туру вплотную приблизился к тройке лидеров. Думаю, это сильнейший турнир в регионе, вернее, даже уверен в этом. Поэтому мы расставляем акценты, я считаю, правильно, не распыляемся. И играем приоритеты, ставку делаем на чемпионат города. Девятый игровой день «Кристаллическим» достался в сопернике дебютант в суперлиге клуб «Валенте Улл-Сити». Звезд неба не хватающий, но идущий аккурат в середине турнира на таблице. Что для нынчка сильнейшей лиги чемпионата Ульяновска вполне приемлемо. Интересный чемпионат. Все соперники очень сильные, достойные, слабых вообще нет. Если брать по сравнению с первой, со второй лигой, с высшей лигой, были откровенно проходные игры. Вот здесь такого нет. Каждый отдельный матч – это поединок, это отдельная история. Пока команды разминаются и готовятся к битве, один из тренеров «Кристалла» Иван Волков заботливо поливает два кусочка материи сладким газированным напитком. Процедура, на первый взгляд, весьма странная, но очень нужная. Чтобы не скользили оттенки на паркете, поэтому мощен колы, чтобы сцепление было лучше. В первом тайме сцепление кроссовок с паркетом у «Кристалла» было хорошим, но еще крепче цеплялся в результат «Валенте Улл-Сити». Дебютант Суперлиги занял глухую оборону и сводил на нет все атакующие потуги соперника. «Кристаллическим» нужен был нестандартный ход. Его искали полтайма. А потом Олег Клащинов взял, да и пробил с дальней дистанции после аута. Галкипер «Валента» Дмитрий Черняев, отражавший куда более сложные мячи, такого подвоха не ожидал. «Кристалл» выиграл первый тайм с минимальным преимуществом. Реализации не хватало, во-первых. Во-вторых, нужно отдать должную сопернику. Неуступчивый, достойный соперник. Вратарь неплохо сыграл. Поэтому просто нужна была реализация, чтобы показали во втором тайме. Мы сразу прихватывались. Не как мы им давали принимать, а уже прихватывали. Уже здесь побольше. Вот. Здесь сейчас, смотрите, что прошло. Будет закидушки на столбах, вот этот вот подбор. Сразу опускаемся в него. Вот. Съедаем. И каждый момент стараемся проводить этот удар. До середины второго тайма команда играли все тот же футбол, что и до перерыва. «Кристалл» много держал мяч, а «Валента» искал счастье в контратаках и в стандартах. Игра, что называется, шла до первого гола. Его и забил нападающий кристаллических Александр Кузнецов. Партнеры настойчиво просили поделиться мячом, но форвард пожадничал. И не зря. Здесь, я считаю, больше психологический фактор сыграл. Когда при счете 1-0 были очевидные хорошие моменты, но, как в футболе известно, не забиваешь ты, забиваешь тебе. Пропустили второй, немножко поплыли. И это еще мягко сказано. Забив второй гол, кристалл раскрепостился и в течение нескольких минут нокаутировал соперника, отправив его в ворота три безотвижных мяча. Самым красивым при этом получился гол Алексея Самсонова, когда после розыгрыша штрафного партнеры доставили ему мяч так, что забить оказалось проще, чем промахнуться. Пятый кристаллический гол на счету капитана Дмитрия Арефьева, также после стандарта. И однажды мяч в свои ворота срезал игрок Валента Денис Антипов. 5-0. Кристалл сделал игру, но отметил это довольно сдержанно. У нас эмоции есть, конечно, просто мы не выплескиваем их в таком, может быть, роде. Ну, может быть, такие игроки подобрались, которые, в принципе, все в себе держат, может быть, да. Но внутри каждого, я думаю, что борьба и желание победить, конечно, у каждого есть. Правда, Валента не выбросил белый флаг и сражался до последних секунд. А Кристалл так расслабился, что расщедрился на два пропущенных гола. Их автором стал нападающий Валента Ульвий Гадиров. 5-2. И Кристалл завершает первый круг на мажорной ноте. Начали неудачно. По-моему, 3 очка было в 5 матчах. Нас уже списали вроде, но мы живы. Уступили в бойцовских качествах. Вот в первом тайме, если мы в бойцовских качествах были на равных, потом мы пропустили второй гол, немножко потеряли нить игры, нас выбило из колеи. И мы пропустили еще 2-3, по-моему, подряд гола. К сожалению, только в концовке уже, когда нужно было не терять лица, скажем, там уже собрались и забили два гола. Девятый тур чемпионата стал самым результативным с начала сезона. Команды словно с цепи сорвались, предвкушая большой трехнедельный перерыв. В пяти матчах забито 59 мячей. Особенно постарались лидеры Суперлиги ПСК и Платон, синхронно разгромившие аутсайдеров Смену и Элину. Снова блеснул результативностью лидер бомбардиров Суперлиги Рамал Набиев из ПСК. Сегодня он забил 4. Ему под стать сыграли нападающие Платона Юрий Абдулхаков и Геворг Хачатриан. У них также по покеру. УМЗ долго запрягал матчи против Промресурса, но в итоге выиграл уверенно 7-2. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Елимов. Заводчанин забил трижды. А Промресурс второй матч подряд не может обойтись без удалений. На этот раз красную карточку склопотал Артем Тюрин. Первый тур второго круга он пропустит. И, наконец, погода уверенно обыграла Маймедиа 8-5. Титул лучшего забивал и матча разделили Виктор Злыдарев и Сергей Савичев. Опытные форварды погоды отличились по три раза. Таким образом, первый круг чемпионата выиграл ПСК, но по пятам его преследует Платон. Вероятно, именно между этими командами и развернется борьба за титул. Борьбу за бронзу ведут сразу три клуба. Пока предпочтительнее шансы у МЗ и погоды. Но «Кристалл», как сказал его капитан Дмитрий Орефьев, еще жив. Вторая половина турнирной таблицы сплошь из новичков в Суперлиге, среди которых на предпоследнем месте затесалась и смена, выжившая в Суперлиге в прошлом сезоне. Но теперь команду не может спасти даже один из лучших бомбардиров чемпионата Александр Костенко. Впрочем, у смены и остальных команд есть три недели на перезагрузку. В эту паузу мини-футболисты во второй раз в истории разыграют Кубок Энержи и проведут несколько этапов Кубка Суперлиги, а возобновится чемпионатаж 11 января будущего года. Редактор субтитров А.Семкин